Данная проводимость, электропроводность. Вот эта чёрная пимпочка, это входной канал датчика давления. Значит, он сделан там, ну вот, чтобы не засорялся этим осадками сверху. Там каналы снизу, и учтите, как я говорил, что он заполнен... Маслом. Да, неким маслом. И у меня такое, как бы, впечатление, я просто, честно говоря, на 100% не уверен, но не рекомендуют, вот я сталкивался с этими датчиками, с нами, которые ставили, не рекомендуют оставлять на морозе. Потому, именно из-за этого масла. То есть оно там... Замерзает. Оно не замерзает, а оно типа там какие-то, да, кузыри в нём могут появиться, которые потом, значит, вот эту вот передачу давления, канал тонкий очень, могут сбить. Значит, ну вот это наш выход, собственно, по которому мы будем получать данные. Это стоит заглушечка, которую там водолаз под водой должен раскрутить. Тут там мама, а на нашем кабеле папа, или наоборот, я уж не понял. То есть вот это, вот, собственно, мокрый разъём с заглушкой. Ну, что ещё сказать? Это винтики установочные, там, ручка где-то должна быть. А настройки где это всё? Внутри, естественно. Те же тут не были. Значит, в комплекте, значит, крепится, крепится двумя струбцинками. Верхняя крышка к стакану. Там шпилька есть специальная, которая крутить. Естественно, можно крутить, так сказать, любым предметом, который туда влезает. Но есть определённая технология, потому что наши здоровые русские учёные, они, так сказать, ну, под водой, сейчас мы покрепче. Они резьбу срывают, а просто эта струбцинка разгибается. И теряет герметичность. Поэтому, когда вы заворачиваете, вот вы установили то, что я говорил, там, колечко, повернули, но это мы на практике посмотрим. Начинаете вот этой вот заворачивать, когда, шпилькой, заворачиваете, не придерживая прибор, до тех пор, пока он у вас на столе не начнёт проворачиваться. То есть, не надо держать вот под собственным весом. Как только вы его сдвинули, дальше зажимать не надо. Это уже просто идёт, как бы, пережим, да, и за счёт напряжения в струбцине. Так, по идее, если всё сделано правильно, так как давление у нас внешне всегда в воде больше, то он всё это и так прижимает. Это, собственно, просто держалка, а не обеспечение герметизацией. Герметично вот вы прикрыли и всё, и там ещё и придавит. Вот, затекая только что, с Дальнего Востока прислали институт океанологии, прибор затёк, говорит, не знаем, чего, почему. Ну, ещё был у нас один, Норвегия, там нашли, они, ну, там по гарантии присылают, а там просто маленькая-маленькая царапинка. Его давлением продавливали. Вполне продавливает, а царапинка откуда? А когда открывали, там, поддели отверточкой, ну, не открывался так вот, отверточкой поддели, и всё, появилась микроцарапина. То есть, вот это самое чувствительное место. Ну, так всё. Всё на стеночку, во влажное место, ну, не под воду, но, как бы, уличное исполнение. Значит, нижнее питание, это оно должно быть двухпиновое. Вот тут. И, естественно, вот у нас блок питания. на нём один обычный, что-то, не заземлённый, 220, а второй... Всё равно преобразует. А? Всё равно преобразует. Там же 36 выходит постоянно. сюда земля. Вот. А тут, я говорю, они как бы внутри параллельно соединены, поэтому у вас морской кабель входит сюда, а береговой выходит отсюда или отсюда. ну, я говорю, можно менять местами, но лучше вот как нарисовано, я уже так... Это по стандарту. Да, сталкиваюсь, что... Брежнее к питанию входное, да? Нет, а я ещё раз говорю, они параллельны все. Но, если действовать по инструкции, да, то это входное, это выходное. Но просто бывает, что тут два прибора подсоединены, они с разницей во времени, а выход один, тогда эти входные и это выходные. не знаю, будем сегодня, наверное, завтра будем отринучивать уже и раскрывать. Стоп, а в Тетрадетской стороне это по сути оттуда было записано? В Тетрадетской, Настя, на чём здесь? Это тестовое на Большом проспекте. Тестовое сопротивление для датчика проводения. для датчика проводения. Три дырки на разные номинала. Вот по сопротивлению. питание, что ли? первое. А три раза... Питание, что ли? Которое вот в раму мы ставим, питание зафиксируем. Да, это вот стабилизатор питания, другими словами. мокрый разъём. Естественно, тоже мокрый разъём. Которая на самом деле не батарейка, а футлярчик. под батарейки? Да, под батарейки. Да, под батарейки. А сколько тут батареек? Ну, что ли, 6. 6. Это тебе, что ли? Да. Ну, там у вас есть документация, как спаивать их определённым образом и диодики. Не буду пока разворачивать, я так понимаю, просто она вот эта 15 ампер часов по сути делает то же самое. Собственно, что Андера делает? Она покупает как бы гарантированного качества для батарейки. И запаивают. Вставляет их, ну, не в такую, но они не вставляют, они их спаивают и эпоксидкой заливают, оставляют. Можно самим делать? Да. Мне предлагали в этом самом. Надо китайцам заказать, они всё сделают. Быстро и дешево. А, кстати, здесь 4 варианта, а там колоски было 3. Так, здесь... 4 было? Нет, там было 3, потому что нам 2 нижних не подходило. Ну, то есть, здесь остаётся так, как есть, правильно? А, ремонт контроля, ремонт трик. ремонт трик. Можно ещё какую-то компиляцию с дистанционным контролем. Это ремонт контроля получается как раз через... Двусторонняя связь, ну, в смысле, с обратной связи. Удалён. запуск запускают только удаленным способом и снятие данных и смысле да 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 снятие данных это другое и замеры тоже там по команде получился нет это вот именно включить его можно будет только то есть он не включится автоматически при подаче питания а включится только когда команду пошлешь то что здесь можно оставить вот это старт при включении питания так а вот это старт рекординг from touch panel при старт рекординга при записи с вот этой тач панель это надо для тестов что ли это вот это тач панель но когда для тестов ну да тут кнопку можно нажать можно нажать и она запустится а вот что вот эта галочка коммуникаций новый с инстанбайт приостановки что-то он говорил приостановки работы программе стендбэй так ну ка спады экономили кричитов для экономии кричитов выключен если всегда с ним общаться нужно а ну да 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 по моему то это другое было меню там другое можете откройте здесь он на компьютере то там получилось раз 18 минут единственное там по моему вы исправили мы на 20 метров так дальше тайминг так дальше да вот этот посмотрим число абсолютное время импульсов ну там так и было 300 ну правильно в пакете сколько будет этих пингов а вот для одной записи одна цифра нам был в пингс число излучения дает я когда я заинтересовал вот вот перед 10 минут нет вот там вот у нас за рулевых мы перед этим вал вот это вот в модуль час вот это сделали обозначать а ну-ка вот тут интервал 36 минут то есть чем больше импульсов понятно тем больше время измерения ну вот наверно самое такое раз грубо говоря в 20 минут так а это все-таки до поверхности по моему датчик если у нас там стоял 20 метров надо здесь 20 метров поставить я очень то есть и приблизительное расстояние до поверхности но тут собственно говоря чё тут это же винда чё вы хотели мобайл с и и круче кстати говоря там где-то чуть ли не карты до сих пор остались цешки пасьянцы он запустился сразу он перешел в записи запись и пошел да то есть там у вас стояла только ваш стоп наверху он не активен вот значит они поставили запуск при включении питания мы подали питание она запустился ну что загрузится еще что-то нет он должен а он через 20 секунд погатенцы на батарейку показывает вообще уже почти разряженный какой странный режим данных батарейку заряд точно заряд уже не это рекордатор не смотрите ничего не так просто картинка значит мы сможем менять как если кончился там как там цель за зрение вот он предположим у них настроен на три минуты то есть он должен пройти и когда прибор остановится вы можете менять настройки то он тут цикле передачи данных 300 пингов в течение 2 в 2 минут то есть полно что не слышно его там действие то есть если на хай пауэр поставлю на грязь что у него стоит ну вы не имеете в авто тут выйдете из режима как выходить стоп тут не работает значит у него еще идет попробуйте пойти вот этот старт его общее меню вот это вот да нет стартап моды там-то называется она находится в разделе ну вот он говорит что сначала шат да шат да он рекордер до 7 кранчерс то есть надо подождать много вот там с красненькой точечкой такой старт моды пропал вот он не научился уже ничего не делают меню дальше стартап моды делал мне тут не помниться там и не помнить куда заходить надо и нет 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 control panel deployment setup не зайти пока он работает но сейчас он уже ничего не делает он не посылает мне а вот сейчас он опять начал запустился так вот это вот с коммуникацион большинство бай здесь все колонки И количество пингов, периодичность, пакетная по 2 минуты. А, вот он даже что-то действительно намерил. А что намерил, собака? Ну, давление 102,9. Температура 24,7. Да тут уже просто жара. Угу. Колову. Почему у нас до крышки 200 метров? 200 метров? Нет, это направление. Это направление его. Относительно севера, расположение его головы. Тут вред. Вот так вот. Тут вред. Нет, если мы его развернем. Ну, например, вот она зона меняется. Да, устойчивость шеи, вот все. Ну, тут уже куча наводок. Опа. Да. Так. Стоп. Нет, все-таки, все-таки, как бы это. На контрол по наличию исходить. Такую? А вот что вот это вот? То есть это оно есть? Нет. А тупо крестик нажать. Крестик? Да. Ну. 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 его, собственно, он и предложил остановить. Что, на крестик все-таки? Да. Ну, вот теперь его можно мучить по полной программе. Это куда мы дошли? Это в деплоне на сетап. Я же говорю, что... Это же винда. Ну да. Пока на крестик не нажмешь. Эдит сейчас. Эдит. Да. Ну, вот мой поход делал и так уже в нем. Что там? Это колонки конфигурации. Сверху вниз, слева направо. Эдит сайт. Начиная с сайта. Расположение. С настройки глубины. Ну-ка, а что там выбор есть? Дает от пяти до двух тысяч. Да, охренеть. Ну, потому что двух тысяч рублей. Ну да. Здесь маловато. У нас будет сколько там? Метров двадцать? Двадцать где-то, да? Так. Дальше. Расположение. Это надо, то есть, но это же... Ну, это да. То есть. Ну, это же... Ну, допустим... Че у нас там? У нас один прибор будет? Нет, нет. Это не координаты, да. Название? Толбухин. Толбухин, да. Угу. 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 Нет, он... Набирает. А, нет, не так, не так. Нет, нет. Не си. Да. Проруски не написать. Угу. Вот я не знаю, что такое. Ау. Это русский. Нет, это не русский. Ха-ха-ха. Ну, ладно. Так, так. Лангвич. Не-не-не. А, это... Дальше. Че там? Че там? Лучше. Ну, это бог с ним. Ну, это ладно. Локейшн. Локейшн. Ну, в принципе, это некий аналог этого, наверное. Локейшн. А тут как раз есть привязка? Ну, кажется, с лодов. Да, в общем, тут нет. А, это, наверное, вот сюда. Локейшн нам надо было. Да. Так, крайне знаю. Че-нибудь выделить можно? Винчи. Функция какая-нибудь есть тут? Винчи. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Им надо было сделать, что? Им надо было Bluetooth предусмотреть. Там, Випл. Да нет, там Control зажимается. Зажимается? Да, есть Control. Да. Ну, Control тут есть, да. Ну, скопируешь? Да. Ничего. Control... А, Control... ControlV. Отлично. Вау. А там древесинар там идет. Так, звуки, магнитные склонения, ну этот можно оставить как есть, то есть тут ок. Теперь следующий момент, профилирование, то есть тут мы включаем low, здесь 0 оставляем, а 0 что это? 0 это сигнал не будет занижаться, просто по нулю, 0 оставляем вообще. Так, это что, right auto settings, а вот это я не помню, что. А это по-моему не надо. А это если вверх ногами? Нет, это вот это вот. А почему он тут не активен или активен? А не активен, кстати, да. Это пульсация, смысл... Ну вот это я не помню, что. Right auto. Между вещей, конечно, да? Как там, override? Нет, это не перекрытие. Так, колонка есть. Одна, начинается с одного метра и заканчивается семью метрами. То есть мы ее как-то хотим редактировать. А, редактировать точно. Личейка у нас 2 метра. Первая с первого метра. Может с перекрытием сразу сделать с поверхностью? Вообще, надо чтобы выкликнуть. Нет, она сейчас не с перекрытием. Там отдельно поверхность идет? Да, это... Но здесь начинается с первого. А, с нуля он не дает делать. Угу. Количество ячеек 5. Вот надо с перекрытием сделать... Да, у нас 20 метров стоит. Значит... 40. Нет? Угу. Ну да. 20 метров. 20 метров. С перекрытием 1 метр. Это мы на 30 выйдем. У нас слой 2 метра. Ячейка 10. А с перекрытием 20? Количество 20. А, ну вот это навода 22 метров будет. Угу. Перекрытие 50 процентов. Ну, да. Так. Ну, он выдаст это, если что-то неправильно по идее он должен угасать. Да, с одного метра. А это поверхность. Это отдельная колонка для поверхности. Отдельно данная. Угу. Вон она там стоит. И все. А, вот еще что-то говорили по поводу того, что заказать там сделать полметра. Можно добавить. Ячейка тоже с ячейкой. Полметра что? А, он здесь полметра не даст. То есть минимум 1 метр. А, да. Ну вот... От поверхности? Вообще нет. Вообще, чтобы ячейка была маленькой. Тогда с метра, да? Метр. Нет. Так нет. Зачем? Если мы сделали с перекрытием, он получается... А здесь мы сделаем сейчас больше перекрытия. Для верхнего слоя. Да? Надо было нажать просто на крестик. Ха-ха-ха-ха. Я хочу сказать, что если можно продолжать работать в таком режиме, но тогда надо было выключить. Он там есть пау-бок. Угу. И тогда остальные дальше надо. А как его? Он включен, наверное? Нет. Вы его остановили? Да. В режиме измерения. Мы его как раз остановили, но там как раз пау-роу было выключено. Для давления. Не давление. Ой, не давление, а вот там, где off, low и high. Да. Вот там было off. Пов стоял. Ну вот это жило. Сейчас стоит у жилого, но мы его не запускаем. Тогда как бы было не страшно, что... Да. То есть он работал, но он не пищал. Да. Сейчас, если мы его включим, то он же должен что-то запищать. Нет, ну можно включать. Нет, ну можно включать. Нет, ну можно включать. Я как-то смысла там стоять. Но в какой-то чистоте... Не поработаешь или нет? Сейчас прошу. Санковый воздух. Посмотреть там, посмотреть что-то другие параметры, наверное. Там данные, например, включить. Количество ячеек. Ахилла где? Конечно, не слышал. Ахилла где? Конечно, не слышал. Ахилла где? Для одного метра. А, 8 сантиметров. Мы будем ловить верхний слой и все. Так, а дальше чего нам нужно? Дальше. А, вот это то, что получилось, да. Картинка. Ничего получилось. Да. А почему он снизу его сделал? Здесь поверхность. Вот это то, что мы заказали ему. А, потому что у нас он снизу считается вот сейчас. Это все считается от излучателя. Метра. То есть это не его глубина, а это... А, оно всего 10,3 получается. 10,3 от него. Ну да. Или от мертвой зоны. Так а зачем 10,3? Просто... Ну, это чтобы... Это чтобы было... Здесь больше надо... Здесь просто больше надо сделать. Ну, это с перекрытием там... Не, понятно. Какую-то тонкую структуру там, допустим. Ну, это так. Глубину-то ту же самую. Для моделей. Ну да, там надо больше, чтобы просто указать ячеек. 10,3 получилось, значит, это порядка 80. 18,3 вышло. О! Во! Вообще-то странно он как-то берет. Это он здесь внизу находится. Здесь он до самого конца не дошел. Еще надо побольше. Ну, там 22 метра. Он 22 и показывает. Еще чуть ближе. Он 22 и показывает. А, он вверх вообще убежал. У нас вверх, наверное, что сейчас поднимает. У нас их два сейчас. Нет, нет. Два и поверхность. И поверхность. Просто почему-то вот этот вот второй, он то сползает вверх, выше, то сползает ниже. А вот это вот он метры вот эти показывает. Это от самого излучателя сейчас он дает? Или он дает длину крови? Длину крови. Ну, вот он пишет от одного метра до 22 метров. Да. Если старт написано, то это от себя. От себя, да? Да. Если у вас профиль привязан к поверхности, то это вот поверхность. Так, привязка. Здесь вот прибора стоит. Где? Потому что не под ним поставлен. А ставится это не в этом меню, да? В другом каком-то? Здесь он стоит вверх. Постановка. Относительно чего он будет слои считать от поверхности или от самого себя? Это когда вы профиль конфигурируете конкретно. Там профиль номер один. Ага. Да. А, вот тут вот, да? Угу. А, вот он это сделал. Угу. Сверху. А у первого как? У первого так же. Тоже сверху? Угу. Так надо галочку ставить? Да, там галочка надо ставить. Ну вот они здесь. Сними галочку. Они сейчас здесь везде есть. Сними галочку, то же самое будет по-другому. Угу. 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 Ну он его куда-то вверху тащил. Да. Угу. 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 Типа сохранит? Ааа нет... Тут он сообщает что эти посылы сигналы слишком короткие. да слишком короткие ругается и будут по расширенности там промазу но это полтора метра там сказали меньше ну не желательно так если удалить этот трок или интерес который ну тогда ругаться а это вот конфигурация колонок почему-то там может много ячеек получаешь количество ячеек вот здесь 90 ячеек здесь 20 нет должно быть нормально 110 так я стою потому что у меня ноги уже следующий так ну вот смотрите вот это вот отжимается и да мы приехали он у нас включен естественно при чем ставить батарею надо вы интересно чем включу мы проверяли оставь забыли выключить молодцы батарейку удернули то есть они выключали его при этом скорее всего это выключен у них на этом удар обещал то есть не такая здесь же должен не только какая-то он включил тумблера нет нашим проверил возможно они как бы посты не выключались кабель они батареи так не просто сняли питать сначала капельный разъем а вот но вставляется она не вынимается она вот сюда да вставляется да так это снимается на поле вот если вы внутрь взгляните там написано да видите версия до 2000 метров хотя в контракте так сказать у нас 300 метров под батарей были такие поставить но эти дороже карьера отключить разъем снимается разъем разъем это для чего там просто должны быть клемма не там или его оставить так можно 15 ампер часа 30 то есть основная основная ну то есть мы можем ей пользоваться но вопрос а где тестово где тестовая тестовая вообще по идее должна была быть ну как она подключается смотри будет на рулятого не можем чтобы писать не сраму нет это на поверхности отцепиться не сладко можно за любые на а у них первого я лаппи там на расстояние расстояние до не наверное поверх а вот он сервисом и у кого-то куда-то до волны не зашли мы как-то это там специальных нет рекомендации слишком толстый тоже не надо знал что мы не движемся развиваться не движемся мужчина старшего поколения вставляет осторожная Ребят, на столе. И я просто в руками. Нет, ну ладно. До начала проворачивать. Да, есть. Да, есть. Я вам уже говорю, мы до этого... Ну, чуть-чуть отдать. Пошел у нее в браку. Не браку. Нет, он там. Ешь, пожалуйста. До начала, пожалуйста. А, может быть, надо было повернуть. Ну, тут тоже есть вот эти как-то. Да, но это не принципиально. На самом деле, это для рамы этой. Тросовой рамы. Миксирование. Это для рамы этой. Тросовой рамы. Прибор новый, а так если несколько раз, то надо осмотреть, чтобы не было никаких там микрораковин и тому подобное. Ну, каких-то там специальных нет рекомендаций. Слишком толстый тоже не надо. Да, идем, идем. Потому что герметик силиконовый, то есть он не растворяется. Интересно, у нас будет учеба как-то доставать. Приглашайте. Если будет все доставать. Через два года, там надо будет, вот, вы не ссяк. Все будет работать. Читаться просто. Да, да, да. Держи. Читаться. Там есть, а где? Соревает. Ну, пускай. Ну, что, мы не движим, червец. Чувствуется. Не движим. Старшего поколения. Оставляет, осторожно. Теперь повернуть. Да. Теперь не могу повернуть. Ну, я бы даже усыщен. Все нормально, вот он легко идет. Все затянуть. Поворачивать для того, чтобы все лучше, да? Ну, чтобы, если на смазке что-то, чтобы это все выровнялось. Да, размазалось. Не было, чтобы все смазка размазалось. Хорошо. А чем надо? Вытереть ручки. Так, лавкать. Опять-таки, изолентой прикинуть. Когда надо будет, куда вывести его? Где у нас закреплен? На ту сторону? Развернуть, куда на сторону. Наоборот. Вереть, вереть, вереть. Вереть, вверх. Нет, вот эту вот, вот эту воде. Надо же открыть. Ну, а потом. А плоскогубцы. А плоскогубцы. А плоскогубцы. Нет, сразу две не надо. Ну, почему же? Ну, если кто-то... Попробуй. Я до него теперь не дотянусь. Надо вот тот ваш попробовать завести. Нет, тут не проходит стяжная. Дай. Согласен. А, стяжная. Да, да, да. Не проходит. Надо разверливать. Ага, давайте. Соберливаем. Тут мы и Норвегии не посчитали. Это ведь нужно. Нет, ну, рассверлить как бы большого труда нет. Они сделали специально, чтобы все под водой можно было монтировать, затаскивать вот так. Они через дни. Ну, как бы я по-русской этой привычке. Еще, еще раз. Нет, просто фиксируй, чтобы не раскрутилось. Да, тогда лучше еще закрутить. Чтобы треснула. На эту штучку. Да, по-моему, за это переборчик. Большая. Чем? А под водой она не отклеится? Нет, вот он, ну, я не знаю. Может, отклеится. Нет, нет, если нормально, завод так не отклеится. Если саму на себя, то не отклеится. У нас, мы вот эти батареи подвесные, я вам говорил, мы купили, что-то денег не было, купили без рам. У нас, конечно, не балкれる. Ой, да, я маленько. Блин. Болья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА